А ты знаешь, когда говорят люди, говорят, вот, ну если людям раздать деньги, значит, чтобы у них было на покушать, на все остальное, люди обленятся и ничего не будут делать. Слушай, кто-то обленится, а кто-то не обленится, а наоборот, у него появится энергия, потому что, когда ты с утра до вечера работаешь, чтобы себя прокормить, у тебя не остается пространства и энергии на то, чтобы развиваться, двигаться, как бы ты ни хотел, я уверен в этом. Хороший вопрос. В продолжение темы. Как ты думаешь, сколько наш первобытный предок, еще до Саванны, живя в первобытном лесу, времени тратил на поддержание своей жизнедеятельности, на выживание? Сейчас, извините. Ну, гипотезы. Сейчас, сейчас, две секунды, я продолжу тебе к этому. За последние 125 лет производительность труда увеличилась в 25 раз. В 25 раз. То есть, вы тоже работаете в полчаса в день, по идее. Совершенно верно. И не только я, мы же перевели компанию на четырехдневную рабочую неделю, а вообще мы считаем, что должно быть 12 часов рабочих в неделю, максимум. Потому что вы работаете 5 дней в неделю, чтобы типа 2 дня отдохнуть, ребят, ну ничего себе. Кстати, четырехдневная рабочая неделя – это мой ближайший план. Я сейчас работаю над тем, чтобы работать 4 дня в неделю и остальные дни заниматься, ну, есть чем заниматься. То, на что мне сейчас не хватает категорически времени. Вот. Вот это один из пунктов, да. Если у тебя нет 30% свободного ресурса, ты не сможешь сделать квантовый переход. Это отдельная история. Вот что и говорят нам антропологи. Человек в первобытном лесу тратил на выживание 4 часа в день. Вот всё? Человек, уникальное млекопитающее, подавляющее большинство млекопитающих и даже приматы, когда у них есть свободное время, они ничем не заняты. Они спят. Они ложатся и тупо спят. Чешут друг другу спинку и спят. Человек не может, он не выносит бездействия. Чем занимался человек? Творчеством, развитием языка, культуры, придумками всякими, инженерными всякими прибамбасами. Радислав, поверь. Там огонь разводить, наскальная живопись. Это всё досуг. Человек не может спать больше 8 часов. Просто не может физически. Не может. А дальше, даже если он полежит день на диване, два дня на диване полежит, у меня бывает такое. Просто, знаешь, когда я набегаю, я беру один-два дня. Человеку нужно чем-то заниматься. И потом всё равно мне хочется опять начинать заниматься. Я со всеми разговаривал. Лень – это ужасная вещь. Ты можешь день-два-три лениться. А потом у тебя, наоборот, возник переход в другую стадию, ты, наоборот, побежишь изучать что-то туда-туда-туда. Поэтому, когда говорят… Нам говорят антропологи… Нас обманывают. Обманывают. Когда они говорят, надо работать, надо трудиться. Всё это полная ерунда. Четыре часа в день. Я с тобой полностью согласен. А в остальное время творчество, спорт, общение. Развитие. Да. И антропологи говорят, эволюция человеческого вида определилась количеством досуга времени, предоставленного ему за пределами необходимости обеспечивать выживание. Современный человек при росте производительности 25 раз. Тем не менее, сколько времени тратит на выживание? Всё время тратит. Всё время. Он просто пашет с утра до ночи, без выходных, без проходных. Как только ты остановился, всё, тебя сразу назад выкинули, откинули. То есть, если твой начальник видит тебя на работе неуставшим, он скажет, а что ты мало работаешь? А у меня была руководитель, я был зам директора, никто не уходил с работы, пока она сидит. При этом, несмотря на то, что ты переделал все дела, если ты уходил раньше директора, у тебя могли быть проблемы по карьере. И все сидели изображали какую-то деятельность. Понимаешь? Ну, то есть, неэффективно. Ты знаешь, вот не поверишь, когда мы перевели на четырёхгневку, да, сегодня уже Новой Зеландия, Финляндия, значит, Австралия переходит на четырёхгневку. И доказано, что у тебя, во-первых, у тебя появляется выбор. Ты этот четвёртый день, третий день, свободный. Ты можешь, кто-то возьмёт в понедельник выходной, кто-то в пятницу. То есть, ты уже не объект... Кто-то присоединит к выходным и съездит за город там навестить бабушку. Совершенно. И ты три дня, за три дня ты более-менее можешь отдохнуть. У тебя более-менее могут мозги устояться. Я бы взял среду. И в среду я бы шёл в кино, в спортзал, гулял, читал. Конечно. И тогда, во-первых, уйдёт вот это вот, когда суббота, воскресенье всё забито. Тогда ты можешь выбрать, например, в среду. Ты смотришь, у тебя дети, берёшь среду, там цена... В школе жена работает, а я в баню. А я пойду в баню, и всё. И никто не сидит дома и такие, папа в бане, когда он уже придёт, мы без него не можем ехать в кино или что-нибудь ещё в этом духе. Поэтому для творчества обязательно должно быть свободное пространство, обязательно должен быть ресурс. Обеспеченный класс. Кто у нас двигал культуру? Обеспеченный класс, естественно. Да, конечно. Потому что масса досуга. А в будущем надо понимать, что поскольку 47% профессии исчезнет, то профессия каменщиков, водителей, бухгалтеров, они будут уничтожены. Таксистов, фотографов. Совершенно всё, всё. Забудьте про это, ребят. Поэтому сегодня нужно накапливать навыки, новые навыки. Вот ты сказал, предпринимательство – это управление временем. То есть управление временем – навык, который необходим будет в будущем. Да, да. Один из основных навыков. И дальше это свободное пространство. Ты накапливаешь свои такие навыки уникальности. То есть образно говоря, играть на скрипке – это навык. Писать стихи – это навык. Рисовать картины – это навык, поверь. Когда у тебя есть эти три навыка вместе собранные, у тебя уже появляется уникальность. Какая у вас через 10 лет? Где вы сидите? У меня дом на Средиземном море, белоснежная яхта. Я подъезжаю на Порше, выхожу в шляпе из кабриолета. Вхожу в свой дом, меня встречает прислуга. С этим нет проблем. Видение прям совпадает на 95% у всех и так далее. И спрашиваешь, что ты делаешь для этого в настоящий момент? Ой, сейчас мне нужно разобраться с проблемами, делами, рутиной и так далее. Ты приближаешь это свое видение? Нет, не приближаю, но обязательно буду. Проходит 5 лет. Что ты сделал для вот этой шляпы, кабриолета? Ничего примерно. Вот как? Как эту большую цель, масштабную перевести все-таки к каким-то поступательным шагам? Как я думаю. Я думал над этим вопросом. То есть, я тоже думал даже, разбирал, собственно говоря. Первое. Был такой эксперимент в 62-м году. Попросили, у кого есть цели на ближайшие годы. 3% показали цели, 17% озвучили, остальные не показали. 3%, которые написали цели, они добились в итоге большего, зарабатывали больше, чем остальные 97%. То есть, сначала нужно четко прописать. Должен быть бортовой журнал. Без бортового журнала. Типа дневник? Да. Типа дневник. Вообще, даже не надо начинать никуда двигаться. Потому что ты не сможешь вспомнить, что думал год назад. Нейроны разрываются, соединяются. То есть, у тебя должно быть четко понимание, как ты двигаешься. Ну, там это целая история. Второе. Должно быть 30% ресурса. Что это значит? 30%? 30% ресурса. Времени, энергии, денег. Который ты можешь выделить на реализацию. Совершенно верно. Значит, если ты, вот когда у тебя находится как раз суета, я там этим, этим, этим занимаюсь. Есть технологии, как это все убрать. Поверь, можно 50% освободить. Потому что если ты без 30% ресурса выйдешь из точки А, ты в Б не дойдешь. Ты потеряешь компетенции предыдущие и новые не получишь. Третье. Должно быть, безусловно, здоровье. Это энергия. То есть, ну, это комплексный вопрос. Психология, там все остальное. Дальше ты прописываешь четвертый, пятый пункт. Да, как раз он меняется. Ты прописываешь цели. И потом по цели ищешь наставников. Если ты не можешь найти цель, ты ищешь наставников. И потом они у тебя уже помогают написать цели. Кто эти наставники? Что это за? Должно быть минимум два наставника, кстати. Да, очень важный момент. Да, у нас многие считают, что должен быть один наставник. Если у тебя один наставник, у тебя нет выбора. Должно быть обязательно два. Тогда у тебя есть возможность вариабельности, ну, и так далее. Вообще, когда два человека друг напротив друга сидят. Да, это в некоторой степени получается такое противостояние, оппозит. Должно быть три человека, да. То есть, ну, даже там Святая Троица там и так далее. Тогда у тебя возникает энергия. То есть, никогда за стол не садитесь вдвоем. Если вы серьезные переговоры ведете, возьмите с собой кого-то третьего обязательно. Во-первых, вот так быстренько. То есть, ты, если даже ведешь переговоры, ты сконцентрирован на переговорах. Всегда второй должен быть сзади, который ведет протокол. Или медиатор, например. Человек, который управляет процессом. Совершенно верно. То есть, должно быть два наставника, и тогда они тебе, либо они тебе помогут найти свою цель и призвание в жизни, да. Потому что без наставников, ну, доказано, ну, не бывает ничего в жизни. То есть, просто так ты попросил. То есть, можно утверждать это со стопроцентной уверенностью, что все успешные люди на важных этапах своей жизни были ведомыми наставниками. Явными или скрытыми, или спрятанными со ширмой. Да, однозначно. Более того, вот эти все пункты, которые я перечисляю, если хоть одного у тебя нет, ты не добьешься успеха. То есть, мы специально их вырабатывали таким образом. То есть, хоть один пункт слетает, все, нет у тебя бортового журнала, но нет смысла переходить в пункт номер два. Я, между прочим, после одного из твоих интервью завел практику митинг-репорт. Какая бы ни состоялась встреча, после встречи пишется специальный файл, в котором излагается содержание, о чем говорили, о чем договорились, ну, и так далее. Ребят, писайте, я принес пользу самому Радиславу. Да, ну, конечно, мы переносим друг другу пользу. В этом же и штука, что каждый из нас обладает сильными какими-то вещами, компетенциями, да, какими-то не обладает. Мы ими обмениваемся друг друга. Я тоже, когда был у Радислава, извиняюсь, на выступление, я тоже там для себя записал 10 строчек абсолютно точно. Я даже охамел до такой степени, что иногда, когда у меня с кем-то происходит, я говорю, ну, пришлите мне митинг-репорт, пришлите мне, краткое содержание, и так далее. И люди стали мне прислать, это стало определенной, ну, это на кого я имею влияние, например, там, члены команды, ну, вот, по результатам разговора митинг-репорт. Люди стали, знаете, что делать? Они стали записывать наши разговоры. У нас, допустим, в Зуме разговоры, люди стали ставить рекорд, понимая, что я потом попрошу митинг-репорт прислать, а они по памяти уже не восстановились. А они по памяти, совершенно верно. И они пересматривают, мы час просидели в Зуме, они потом два часа это пересматривают с паузами, выписывают. И можете представить, насколько продуктивнее получается этот час, что люди, с которыми я разговариваю, еще два часа его пересматривают, перенося на бумагу? А я, знаешь, столько раз экспериментировал, я говорю, ну, ты записывай. Он говорит, да я так все запомню, я говорю, наспор не запомнишь, через 10 минут все, уже сам сидит, понимает, что уже не помнишь, там, и так далее. Это про вопрос эффективности использования времени. Если у тебя каждый день, каждую неделю летучка, и вы все там проговорили, я запомню, запомню, через неделю вы опять к этому уже возвращаетесь. Опять каждый понедельник, как новый понедельник, если у тебя нет протокола, если у тебя нет маленького репортика. Который может потом положить, что из этого сделано, как коуч-сессия, да? Она заканчивается фиксацией результатов, а через месяц так, ну, мил человек, давай-ка посмотрим. Давай-ка посмотрим, да. Да, что-то собирается сделать за месяц. И так же жизнь проходит. Значит, и шестой пункт, ты переходишь к коммуникациям. То есть, когда у тебя есть цель, есть наставники здоровья, бортовой журнал, 30% ресурса, теперь ты берешь эту цель большую, разбиваешь ее на составные части, и определяешься, о, здесь мне нужно, значит, к этому подключить, здесь этого, здесь этого, здесь этого, здесь этого. То есть, шестым пунктом только ты начинаешь собирать. Это большую свою цель. Вот, собственно говоря, простой фокус. Ничего гениального в бизнесе. Убери один элемент, и система сразу пропускует. Вот мы сейчас с тобой пытаемся понять, почему люди не берут руками успех, до которого они могут дотянуться. Это же твоя жизнь. Она дается один раз, и люди опускают руки и отдаются какому-то непонятному потоку, там, государству, там, рассчитывая, там, на какие-то пенсии, там, копеечные, там, и так далее. То есть, для меня это загадка. И мы так старательно хотим, как бы, помочь этим людям, имеющим потенциал для того, чтобы жить более качественной жизнью, более наполненной, там, делать что-то, что их заводит, зажигает. Слушай, ну, абсолютно точно, слушай, если раньше, там, когда я начинал бизнесом заниматься, чтобы книжку найти по бизнесу, ну, это надо было умереть и не жить в 90-е годы. Та же история. Сегодня, так я каждую книжку засчитывал до дыр. Сегодня, ребят, у вас огромное количество вариантов. Вот, пожалуйста, Радислав, просто, просто, Радислава, послушайте, 10 передач, и у вас уже будет достаточно навыков, компетенций, чтобы что-то сделать и изменить в своей жизни. Золотые слова. Нет, сидят, чего-то высиживают, ждут чего-то завтра. Накапливают информацию. Которая устаревает за каждые 18 месяцев в два раза. Ждут этого, значит, слабого теленка, понимаешь, вместо того, чтобы, так сказать, собраться в команду и поймать большого теленка. Для меня загадка. То есть, такое ощущение, что они думают реально, что им дадут вторую жизнь. Что нажмут кнопку и, так сказать, опять заново игра начнется. Ребят, нет. Жизнь пройдет, вы умрете и все. И ничего не останется после вас, понимаешь. А вы все это время находитесь в состоянии жертвы, в состоянии «все плохо» и так далее. Нет возможностей. Нет возможностей. Все уже места заняты, теплые, конкуренция. Да, слушай, берите. Я не знаю, не получается вас в этом регионе, переедьте в другой регион. Ешьте макароны, в конце концов. Первый ряд, извиняюсь, я когда начинал бизнесом заниматься в 90-й год, ну что, да. Тоже мы ели макарошки. На дошираке посидел. На дошираке посидел. Надо не было доширака, понимаешь. Да, значит, вот. И ничего страшного, да. Но в конце концов переезжайте в другие страны. Потому что, например, у вас, скажем, в этом регионе вы стандартный человек, а переедете в другую. Например, в Китай переедете. И вы там уже не стандартный человек. Вам уже просто могут предложить там. Или там, скажем, Камбоджа та же самая. Там сейчас 400 казино строят. Там огромный спрос на рекламу, на маркетинг, на фото-видеосъемки и так далее. Ищите. Сегодня в интернете все есть. В ютубах все есть. Ёлкин хвост. Я не знаю, Радислав, почему, как. Как можно свою жизнь потратить на то, чтобы работать 19 часов в неделю на нелюбой работе. Потом приходить домой, там, не знаю, где тебя, грубо говоря, там, пилит жена, там, значит, там, я извиняюсь, так сказать, да, там, где у тебя, значит, там, ты живешь проголодь, там, один-два дня у тебя выходной. И что такое два дня, там, один день ты наверняка трачешь на какую-нибудь, там, шурупы, гвозди закрутить, там. То есть, сколько книжек вы читаете, вот, например, те же самые таксисты, но вы же ездите, возите людей, ну, вы вставьте в ухо хотя бы английский начните учить. Или, грубо говоря, аудиокнижку вставил ты, да, 45-55 минут прокатался, на 5 минут остановись, запиши. Может быть, сам напиши, напиши книжку таксиста, понимаешь, там, я не знаю, и так далее. И напиши книжку таксиста, и, может быть, все таксисты прочитают. То есть, ну, то есть, огромное количество вариантов, что можно делать, ну, объективно. Да, непросто. Да, с каждым днем становится, с одной стороны, легче, да, с другой стороны, сложнее, потому что конкуренция растет. То есть, я уверяю вас, ребят, что через 5-7 лет вы бизнес, очень будет сложно открыть бизнес, потому что все будет оцифровано. Потому что большие корпорации, они абсолютно точно, они, так сказать, захватывают, просто поджирают, поджирают, поджирают все пространство. Потому что, когда у тебя все оцифровано, они смотрят, о, такой-то доход, все, давай заберем, давай заберем. То есть, ты можешь, собственно говоря, вы будете не нужны. То есть, если вы ближайшие 5-7 лет не заработаете денег на жизнь, вы будете до конца жизнью рабами. Самое неправильное, это одноразовые встречи. Вот, если вы заключили с кем-то контракт, попробуйте еще. Потому что на первый контракт ты тратишь 100% времени, а на второй контракт ты можешь уже по одному телефонному звонку решить ту же самую задачу. Поэтому ищите неодноразовые встречи, неодноразовые знакомства, пишите протоколы, ваше право на незнание нарушено. Нажимайте плюсики, выставляйте протоколы, ставьте лайк этому видео, и ваше здоровье будет в порядке. Хе-хе-хей!